На трассе по Донгарском крупная авария столкнулась по разным данным от 9 до 11 машин. Сейчас на месте происшествия работает наша съемочная группа. И на прямой связи со студией мой коллега Павел Добродеев. Павел, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, есть ли пострадавшие? Галин, добрый день. Точнее, для кого-то этот добрый день сегодня не стал таким. Павел, отвечая на твой вопрос, пострадавших трое человек, именно три человека обратились в медицинские учреждения Ангарска. О том, какой степени тяжести у них травмы, пока неизвестно. Павел, скажи, пожалуйста, а известно ли, что стало причиной такого масштабного ДТП? Да, о причинах уже известно. Напомним, что попало в дорожно-транспортное происшествие 12 машин. Причина главная – это пал таравы. Вот я попрошу сейчас оператора повернуть камеру. Вот буквально вот эта вся выжженная территория. Вот все, что видите, да? В 14 часов 20 минут здесь был сильнейший туман, точнее дым. И со слов водителей движение было не такое быстрое. И в течение буквально там 10-20 машин, точнее в течение 10-20 минут 12 машин столкнулись друг с другом. Павел, подскажи, пожалуйста, сейчас что происходит на месте? Работает ли там полиция, оцеплена ли территория? Есть ли дорожные заторы на этом участке трассы? Потому что сегодня пятница, скорее всего, трасса М-53 будет достаточно популярной среди автолюбителей. Стоит ли сейчас опасаться плотного трафика там? Ну, конечно, заторы сразу же образовались и в одну, и в другую сторону. На месте работают сотрудники ГИБДД, сотрудники МЧС. Но вот видите, как видите сейчас, машины, некоторые машины уже растаскивают на обочину. И потихонечку движение, ну, потихонечку-потихонечку приходит нормальное русло. Спасибо большое за информацию. Но это произойдет еще, нормализуется, нормализуется трафик еще не скоро. Спасибо большое за информацию, мы будем следить за развитием ситуации. Я напомню, на связи с нами был Павел Добродеев, сейчас он находится на трассе под Ангарском. Там столкнулось сразу 12 автомобилей. Продолжение следует... Спасибо.